мы кафе парни смотрите что у нас тут салат на второе у нас пюре с котлеткой так мы приехали в парк города кудымкар цветочки у них тут растут голуби отдыхают кривощоков какой-то уроженец города кудымкар но правда тогда еще не город был тогда еще село кудымкар но тем не менее все равно местный житель и он занимался многими науками исторической географической карты составлял но на самом деле вот такой был хорошо образованный человек какое-то время конечно здесь не жил в кудымкаре но вернувшись он город озеленял он его действительно благоустраивал вот такой вот храм город кудымкар парк у них мы после обеда из кафе парма поехали в этот парк здесь прохладно хорошо русская православная церковь голуби смотрите прячутся от жары от солнца прячутся прогуляемся немножко по этому парку о парк то большой там еще дальше есть свято-никольский кафедраль цветы вот 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 Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. У нее очень сильные молитвы, я так говорю. И сразу все находится, что потеряется или что-то там. Иоанну, воину. Иоанну, воину. Читаешь, все найдешь сразу. Да. И о заблудших детях тоже помогает. Если ваш ребенок не приходит, время уже там поздно. Где он бродит? Начинаешь читать вот. Когда не приходит, что надо читать? Я когда просто читаю, это даже Богородица, Дева Радуица. До 30 сочитаю, а вообще по плану-то 50. И сразу. Через 10 раз. Вот наш оранжевый автобус, вон там внизу. А так нет, ну нет, о потерянных специально читаю. Да, о потерянных детях. Вот у кого дети, например, заблудеют, ушли там с ребятами куда-то или что. Время ночь. Там шампиньон, смотри. Шампиньоны вон. За птичкой. Так, буква И. Что это такое? А, это буква. И вот так он из буквы А. Э. Э, да, вот как-то так она звучит. И вот. Буква Каос двумя точечками. Это буква Э. Культурно-деловой центр Кудымкары. И вот здесь такая аллея. По ней мы и пойдем. И они, конечно, не очень такие доброжелательные, так вот ты смотришь на них. Чуд белоглазые. Аллея Кудым-Оша. Прогуливаемся. Деревце какое-то красивое. Не знаю, что это за дерево. Что это за ягоды такие интересные. Не знаю. Так, и продолжаем движение по аллее Кудым-Оша. Кудым. А Ош это медведь. Человек-медведь такой был. Герой. Липа цветет как раз в это время. Галки. Нашествие галок. Местные жители. Так, вот скульптура какая-то. Смотрим, что тут написано. Костэ невеста Кудым-Оша. Смотрите, медвежонок. А издалека как поросеночек. Да, да, да. Это пера. Пера. Богатырь. С натропели. Это у нас Кудым-Ош из шаманка Чикыш. Видишь? Вот это шаманка Чикыш. У нее на голове такая штука. Ой, я что-то ничего не вижу. А это Кудым-Ош. Каменный. Смотри, как липота цветет красиво. Ага, прямо в стадии такой, в самой классной. Пусть у тех отсохнут руки, грозно вымолвила Чикыш. Кто пойдет в горе священной и земли, нарушит сон. Сказание Акудым-Оши. Страница 17. А здесь на их языке. И то дысь Чикыш весь талас. Ась лёг мыжа, ась ё мыж яс. Кудымкарский музей имени Субботина Пермяка. Заходим на территорию. Цветочки. Трактор старинный, техника советская старинная. Вот памятник самому этому Субботину. Кольчога 15 век настоящий. В первом году. Вот считайте, в прошлом году мы отметили 100 лет. Основателем нашего музея был Пётр Иванович Субботин Пермяк. Он родился в Кудымкаре. Мы сейчас будем ходить. И мы с 40-48 лет до нашей эры. Предметы, через эти захоронения, мы видим мировоззрение на крыше. Это дерево мы взяли вместе с управлением с корнем. И вот на такой части мы взяли, вырезалась голова коня. Современные. Можно посидеть, наверное, да? Кстати, вон посидим. Фонари. Неохота, короче, с экскурсией. Хочется пройти всё и уже упасть куда-нибудь. Дальше типы построек у нас показаны ещё на фотографиях. И показываем здесь огня труда, связанная с землетелием. Типы орудия лова, там морда, лодка, это сани, да? Вот интересный предмет, обратите внимание, он так вот спрятан здесь. Это коза. Коза используется во время ночного лова. Значит, на лодке выплывали, разводили костёр. Мы вначале вот на этой козе зажигали костёр, вот, затем садились на лодку, тут же и плыли, подплывали, над лодой его подвешивали. И подпоказаны портреты членов семьи Строгановых у нас. У нас даже есть здание, до сих пор сохранилось, там сейчас полиция находится. И вот, когда, со временем, вот эти портреты пришли в музей сюда, вот, и мы рассказываем о том, что, чем они интересны нам, эти Строгановые. Они, им были в 16 веке пожалованы земли, и они, значит, развивали эти территории, строили вначале садиварни. Вы знаете, что у нас здесь соль добивается. На нашей территории были построены, если кто был в Хоховке, значит, что вы видели эти садиварни. Обычно говорят, что мы там бывали, соль-таки подходите, видели. Дальше мы видим, что у нас в природном памятнике Бадово, у озера, которое находится на территории Гаинского района, это северный район нашего округа, вот здесь. Вот, наши сотрудники, это тоже был написан про них, пишутся постоянно проекты, вот, и этот проект был в Вилитаре, у него были любимые книги, наши сотрудники следили это. О, таракашки, букашки, таракашки. Это кто? Медведка. Зайчики, зайчики, зима, кабаи, ежик, медведь, борстук, бабочка, грибы, ось. Волк, волчата. Маленькие волчата. Когда у нас появились колоды, у нас есть, я, например, в лесу, вот, в лесу, вот, в лесу, в лесу, в лесу, в лесу, в лесу, в лесу. Вау, ты кто? Ну, однажды уже взрослым человеком мы ехали... Вау, круто. Шерсть волка, росомаха мягкая, медведь, заяц, утки, ловичка. Которые живут около реки. Век. Вот. Это все, чуть-чуть, чуть-чуть. Да, это все, конечно, и все из настоящего. Интересные вот такие вот бобры, можно про них немножко рассказать, мы рассказываем. У нас водились черные бобры, черные в начале 20 века, но вот эта вот революция увиденная, потом гражданская, потом вообще Великое Отечественное войно в 40-е годы. И к 60-е вообще бобров не стало. Да, их и ловили. Вот, а сейчас говорят, а потом этих черных бобров, а потом завезли уже в 60-е годы, вот выше бобров. И сейчас говорят вот... Так, мы сейчас уже на четвертом этаже музея. А здесь у нас миросцовываем по жизни творчества Петра Ивановича Субботина-Пельника, основателя нашего музея. Без кусочков каких-то. У них такое искусство я не приемлю. И они такое нет, не покатят. Вот такой портрет. Строгановское училище вот он поступил. Закончил Петра Ивановича Московское Строгановское училище с отличием. Вот, и остался там работать. Это его дипломная работа «Песни первые». А это его работы уже позднее. Вот он, как и все художники бывал, на пленэрах. Это, например, был в Воронежской либернии. И я вот там. У него, вот уже я сказала, что у него была жена. Трое детей. Но это был очень тяжелый год. Вот эта картина. И вот эта картина посвящена его семье. Лаптика в основном. Книжки не дорогие, в принципе. Сумочки. Туясочки. Бусики с бересты. Рог. Маленок. Тут еще... Ого! Тут сколько всего еще много. Пахнет вкусным деревом так. Здесь трактора еще на улице. И машины. Там еще вот что-то. А здесь, смотрите, берлога. Лавочка старинная. Пам какой-то. И тут берлога. Главный дворчик также с левой стороны оставляем. Какие? Кудемоша, аллею, памятники, мимо которых прогулялись и сделали наши фото. Ну и вот-вот из центра города. Буквально быстро мы с вами выберемся. Не просто на окраину, а уже и за пределы Кудемкара. То есть вы увидите, что город действительно небольшой. Многостеприимный. Приятный. Сегодня солнышком залитый. Со своим колоритом. Со своей какой-то историей. Надеюсь, что хорошее впечатление он у вас оставит. Ну и мы с вами потом, вот уже когда будем на границе Кудемкарского района с Карагайским, а мы сделаем установочку как раз около источника. Смотрите, какая сосна. Красивая, старая, пристарая трасса на Кудемкар. И здесь источник, родник. Ух ты, так он еще какой-то святой. Вот смотрите, иконы. И сосна необычная. Такая красивая, красивая природа. Смотрите, голова медведя. Ух ты, еще трудно. Короче, я набрала водички. Видите, вишка головами видит. Вот кто ездит мимо по трассе, обязательно наберите воду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok